Наверняка в День Святого Валентина будет много предложений руки и сердца. Обладательница коробочки с колечками пора задуматься о том, как провести свою свадьбу. На эту тему мы поговорим с нашей сегодняшней гостьей. Члены международного клуба Тамади Клаб, одной из самых креативных свадебных ведущей нашей страны Натальи Посталати. Доброе утро, Наталья. Доброе утро, Наталья. Доброе утро. Сразу хочется начать с вопроса. Вы открыли клуб невесты-женихов. Какова цель создания этого клуба? Цель этого клуба объединить невест, у которых свадьбы вот-вот были, с теми невестами и женихами, которым предстоят семейные опыты. И на таких встречах мы обмениваемся опытом, а вместе с тем, будущей невестой, не зная свадебный рынок, не зная танцоров или всех, скажем так... Участников. Всех продвинутых участников свадебного бизнеса, на таких встречах я их и знакомлю. Кстати, вчера была очередная встреча. И какие одни из самых важных советов вы все-таки даете невестам и женихам на подобных вечерах? Сейчас стало модным проводить тематические свадьбы. Женихи и невесты задумываются на тему, в каком стиле провести свадьбу. Стиль Аги, Оскар, Чикаго или Этно, например, чисто в молдавском или чисто в украинском стиле. И на таких встречах я всегда провожу какой-то креатив. Например, была встреча в летном стиле, Чикаго. И невеста, еще не проведя свою свадьбу, она может на себя примирить этот образ, ей это подходит или нет. Как правило, невеста выбирает классическую свадьбу. А мы креатив применяем в то время, когда крадем невесту, жениха, можно ее на нашку украсть. Ну, кстати, многим кражи невесты не нравятся, то есть вот эта традиция. Да, есть ли какие-то, может быть, фишечки, так сказать, хитрости, которые можно добавить и придумать в этой традиции, и она уже сможет достать милой? Можно назвать по-другому захват. С целью выкупа? Захват, да, например. Либо, как вариант, у меня есть крылья восточные. Раньше было три пары, сейчас шесть пар. Очень красиво проходит. Когда у молодеженов мал бюджет, они не могут позволить себе пригласить артистов, которых я очень уважаю. В таком случае я рекомендую самой невесте выступить главной героиней восточного шоу, тогда жених играет роль султана. Здорово. Вот хочется узнать, когда начинается планирование свадебного торжества? Что необходимо знать, чтобы не разочароваться? Какие главные причины размышлений о задачности и так далее в период подготовки к свадебной церемонии? Сколько молодых, столько и мнений. Кто-то отдает предпочтение сначала тому мнению, а что же скажут родители, а некоторые говорят, вообще свадьбы не будет, поедем на Канары. Поэтому все зависит от внутреннего мира самих молодеженов. Ну, бывает такое, что жених и невеста хотят готовиться к свадьбе за год до, например, мероприятия. Вот вы как считаете, стоит ли так долго обдумывать это? Или начинать подготовку лучше, уже ближе к дате торжества? Конечно, подготовка к свадьбе – это большая тема. Изначально, если молодожены выбрали для себя очень интересный зал, как правило, хороший зал и за год уже заняты. Поэтому у меня тоже есть практика такая, когда за год занимают, резервируют твое время, чтобы именно в этот день ты сотрудничала с определенной парой. Наталья, мы знаем, что вы регулярно выезжаете на какие-то международные семинары. Какие фишечки, конкурсы сейчас в моде? Скажем так, уже прошли времена, когда были переодевания. Танец маленьких лебедей уже не котируется. Например, если ты или фишки с перекатыванием яиц или туалетная бумага, если ты говоришь, что ты это делаешь, все, уже ты… Сразу понятен твой уровень. Да, ударил, да? Ты ведущая с нафталином. В общем-то, если среди парней, скажем, да, сейчас модный стендап. Очень модно сейчас именно парни в костюмах и сплошетам. У нас у девушек другой удел. Нам нужно именно креативить. Конечно же, очень модно, я сейчас вот к чему веду, я даже молодых призываю активно готовиться к свадьбе, даже креативно подойти к приглашению. Ну, видите, в Ютубе видео приглашение, и вы увидите. Даже я об этом тоже поднимаю тему. И каким образом стимулирую? Если вы пригласите своих гостей именно через видеоприглашение, с моей стороны прокат, скажем так, экрана, проектора бесплатно. Только для того, чтобы они покреативили. Кстати, вот сразу вопрос насчет подготовки. Должен ли жених участвовать в организации мероприятий, или лучше все-таки все это доверить прекрасному полу? Хороший вопрос. Как правило, я сталкивалась с тем, что невесты проявляют большее желание в плане, когда хлопочут по поводу свадьб. Но, когда я организовывала изначально клуб, я видела, что пары приходят вместе. И жених спрашивает, а только невеста можно? Я говорю, нет, конечно. Поэтому клуб невест, название плавно переходит в клуб невест и женихов. Потому что мне очень радостно, что неоднократно приходят не только женихи, и даже могу сказать, даже пара, которая состоялась, как муж и жена, их уже выбрали наношами. И вот на вчерашней встрече была пара, которая будет молодоженами, и пара, у которых я уже вела, они уже в статусе наношей. Так что пополняются. И тоже участвуют. К нам приходят и мамы, есть практика, когда тещи, свекрови приходят. Есть такие моменты, когда молодожены, например, за границей, в России или где-то далеко, и они не могут сами прийти, но им, например, понравилась картинка или какой-то CV моё, например, да. И тогда родители подходят, смотрят на встречи клуба невест, видно работа ведущей, насколько она профессионально владеет информацией, насколько она динамично работает с диджеем, с фото-видеооператором, насколько она ловит моменты организационные. Потому что ведущий – это не просто человек, произносящий тост. Это своего рода и папа, и мама, и генерал на свадьбе. Ну как всё-таки определить, действительно ли быстро реагируют, как сотрудничать с другими людьми? Как это можно понять, выбирая ведущего на свадьбу, скажем так? То есть, ну, когда встречаешься в неформальной остановке, где-то в кафе, мне кажется, сложно разглядеть, да, вот, скажем так, эти моменты. Или, по крайней мере, как понять, ваши-то ведущие или нет? Во-первых, молодожёны должны, я считаю, что это свадьба молодожёнов, молодожёны должны принять решение, кто им ближе. Не родители, не наношивители. У меня хватает, скажем так, у меня нет звёздной болезни, и если выбирают ведущего мужчину, я только радуюсь и говорю, это нормально, потому что всем нам в Кишинёве хватит работы. Иногда мне звонят и спрашивают, например, телефон-видеооператор, я смело даю, не держу ничьи телефоны в секрете. И самое главное, на семейном совете надо определиться, кто тебе близок по духу. Я всегда говорю, когда мы рекомендуем даже фото и видеооператора, я говорю, посоветуйтесь, посмотрите, пообщайтесь с одним, со вторым, третьим человеком, человек с вами с самого утра. Человек должен гармонично вписываться в вашу семью, как он общается, не хамит ли он, не грубит ли вам, насколько он дипломатичен. Так же самое молодожёны смотрят по отношению к ведущему, то есть насколько он, как член семьи, ведущий, он становится уже, на самом деле, нас как бы допускают святая святых, нас, ведущих и членов команды, допускают святая святых. Именно порой семьи разведены, а наша задача, даже как психотерапевт, так провести торжество, чтобы ты видишь накал, но не допустить... Чтобы всё-таки всё прошло мягко и гармонично. Конечно, гладко, конечно. Есть ещё один пикантный момент, Оксана, извини, я тебя перебью в этом случае, потому что, на самом деле, это очень пикантная вещь. В любом случае, все на свадебное торжество приходят с каким-то финансовым подарком в адрес молодых. Как лучше принимать эти подарки у гостей, чтобы как-то не скомпрометировать их, может быть, чтобы им было удобно? В последнее время молодожёны отдают предпочтение европейскому сбору денег, то есть в самом начале. У меня была такая практика, когда в самом начале, если собираются деньги, гости не очень корректно, даже пустые конверты кладут. И молодожёны начинали свадьбу буквально в съездах, потому что конверты были пустые, либо очень-очень маленькая сумма. Если у нас свадьба с молдавскими традициями, я живу в Молдове, я сама молдаванка, я чту наши традиции, но когда есть наноши, когда есть танцоры, невозможно себе представить свадьбу, чтобы деньги собирали в начале, скажем так, финансовые дары. Поэтому мы проводим эти моменты как по традиции, после голубцов, после подачи... После второго стола, да. После второго, да, после подачи, после выноса калачей. Это обязательно традиция. Я была в раз... Когда я выезжаю на семинары, я стараюсь в международной, я стараюсь посетить свадьбу той страны. Была в России, была в Украине, в Одессе, например. Именно у них собираются деньги, дары собираются в начале. Что я предприняла у нас? Перед тем, как выйти и донести до гостей мысль, что гости, пришла пора одарить молодоженов, я облачаюсь стюардессой, облачаю в пилота свидетеля, стюардессу, аулигантную свидетельницу, и мы вылетаем под красивую стюардессу по имени Жану с самолетом, улыбки у гостей, вот этого напряга, что вдруг бывает напряжение у человека, ну, маленькая сумма, ему неудобно озвучить. Вы знаете, практика показывает, это хорошая практика. Я за то, что и пираты как-то у нас выходили, собирали дары. Ну, тогда не собирали, а отбирали. Тоже интересно. А вот скажите, какая была самая необычная свадьба, которую вам довелось провести? Вот какие необычные идеи, может быть, хотели реализовать женихи и невесты? Разные идеи, но, скажем, в Канзасе была свадьба Санта и Михаил, Санта уроженец Маврикии, у нас была Молда, Гагауза, Болгара, маврикийская свадьба, да. Так случилось, что отец с невестой разбился, и поэтому роль отца, можно сказать, играл дядя, который приехал именно маврикийц, но живет в Лондоне. Невеста устроила дяде сюрприз. Она переоделась в саре в определенный момент и захотелось танцевать с дядей. И мы помпонами встретили их, то есть это было очень красиво. И, наверное, был очень трогательный момент. Очень, конечно, они включили песню, чтобы дядя спел именно на своем языке. Да, очень трогательный момент. В завершении нашей беседы по поводу клуба «Невест и женихов» хочется разузнать, будут ли еще встречи для тех, кто вчера эту встречу, возможно, пропустил. Конечно же, раньше эти встречи были закрыты только для тех невест, с которыми лично я сталкиваюсь. А так как другие молодые девушки узнавали об этом и спрашивали, как попасть, впервые я предприняла вчера попытку вынести это мероприятие на уровень города. И в открытом пространстве выставила объявление, желающие приходите. У кого свободны сердца, кто желает узнать побольше о свадебной индустрии. Поэтому, кому интересно, набирайте в соцсетях клуб «Невест». Я открыта для диалога. И встречи такие будут, как минимум, в раз в сезон, а, возможно, и раз в месяц. Что ж, спасибо вам огромное за беседу. У нас сегодня в гостях член международного клуба «Там и Ди Клаб» Наталья Постала. Спасибо большое. И огромное спасибо вам за то, что объясняете, как правильно подойти к организации свадебного торжества, самого важного в жизни. Спасибо. Я от этого тоже получила удовольствие. Спасибо. Наш романтический эфир продолжается. Оставайтесь с нами. Впереди много интересного. Субтитры создавал DimaTorzok